Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем проверять семистер, который стоит во многих пылесосах и углошлифовальных машинах. У меня поломался пылесос, поэтому пришлось разобраться в этом деле. И теперь можно отпаять семистер от платы. Наконец семистер снят. Модель семистера здесь BTA 12600B. Это распространенный семистер и применяется в основном в пылесосах и углошлифовальных машинах. Семистер это полупроводниковый прибор, который является разновидностью тиристоров. Используется для коммутации в цепях переменного тока и нередко ставится вместо реле. Он бесшумный, быстро включается, но работает при высоких температурах и напряжениях, поэтому очень часто выходит из строя. Итак, разберемся, как его проверить. Семистер можно проверить двумя способами. С помощью мультиметра или специального прибора или же обычной лампочкой. Я покажу два способа. Для начала проверим мультиметром. Находим в интернете или справочной литературе расположение выводов нашего семистера. В моем случае здесь анод катод и управляющий электрод. Находятся слева направо. Они обозначаются А1, А2 и G. Устанавливаем мультиметр в режим проверки диодов или прозвона. Он находится в этом месте. На дисплее появилась цифра 1. Начнем проверку. Теперь замеряем сопротивление между контактами А1 и А2. Оно должно равняться бесконечности, то есть единица. Вот он исправен. Теперь необходимо замерить сопротивление между А1 и G и А2 и G. Между А1 и G должно быть небольшое сопротивление. Примерно 50-100 Ом. А между А2 и G контакта быть не должно. Сопротивление равняется бесконечности. Затем берем обычную батарейку или аккумулятор напряжением 1,2-1,5 В. Подключаем к нему с помощью крокодильчиков или другим способом провода. Таким образом. И подаем это напряжение на семистер. Подключаем два вывода К1 и А2 и подсоединяем питание к управляющему электроду. Вот сопротивление резко упало и почти короткое замыкание. Значит А1 и А2 сомкнут. Когда я убираю напряжение, опять закрывается А1 и А2, потому что этого напряжения мало для поддержания цепи. Должен быть хороший ток удержки. Можно поменять местами щупы тестера, потому что ток должен течь в обоих направлениях. Поменяли местами щупы и видно, что ничего не изменилось. Ток течет как в одном, так и в другом направлении одинаково. Таким образом проверка мультиметром хорошо, но для большей точности и гарантии, а также если у вас нет мультиметра, можно проверить лампочкой. Нам понадобится та же батарейка или старый блок питания от телефона. Он дает 5 вольт и полностью подойдет. И также обычная лампочка, которая эти 5 вольт выдержит. Я припаял к лампочке два проводка и теперь эти проводки необходимо подключить к синему минусу от блока питания. Затем на вывод от лампочки я также креплю крокодильчиком минусовый провод и все это хозяйство можно подключить к нашему семистру. Красный провод подключаем к выводу А1, а черный провод к выводу А2. Это минус. Лампочка пока не горит. Затем с помощью пинцета замыкаем центральный и управляющий электрод. Лампочка загорелась. Теперь замыкаем два электрода между собой, А1, А2 и лампочка тухнет. Повторим еще раз. Если замкнуть управляющий электрод с электродом А1, то никакой реакции не будет. Для наглядности я покажу неисправный семистер, который не реагирует на эти движения. Происходит вспышка и все. Этот семистер неисправен и требует замены. Таким образом можно в домашних условиях проверить исправность семистера, но грубые поломки семистера определить возможно. Осталось только купить новый семистер, впаять его в плату, покрыть термопастой и прикрутить к радиатору охлаждения. На замену старому семистеру BTA-12 я нашел более мощный BTA-16. У него больше запаса тока. Теперь берем термопасту типа КПТ-19 невысыхающую и маленьким слоем наносим на заднюю часть семистера. Вытираем с радиатора охлаждения старую термопасту и закрепляем на плате и семистере. И закручиваем болт крепления семистера к радиатору охлаждения. Включаем пылесос в сеть и пробуем запустить. Таким образом я вывел неисправность семистера. Это была основная поломка пылесоса. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как своими руками проверить семистер двумя способами. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.